Привет, друзья! Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, становитесь спонсорами на Ютубе, кнопка и ссылка под видео. Президент Республики Молдова Майя Санду провела во вторник в Афинах ряд двухсторонних встреч. Глава государства провела встречи с бывшим госсекретарем США Майком Помпео, с депутатом Верховной Рады Украины Юлией Тимошенко и с известным американским социологом и политологом Фрэнсисом Фухуяма. Со ссылкой на пресс-службу администрации президента сообщает Молд Пресс-МД. В ходе обсуждений были затронуты актуальные вопросы, касающиеся ситуации в Республике Молдова и в нашем регионе. Собеседники также рассказали об экономических вызовах и проблемах безопасности, с которыми сталкиваются страны, соседние с Украиной, которая более четырех месяцев сопротивляется российскому военному вторжению и о мерах, которые могут предпринимать сообщества для прекращения войны и восстановления мира. Развитие ситуации в области безопасности в регионе и в Молдове обсудили сегодня в ходе круглого стола по экономическим вопросам в Афинах президент Молдовы Майя Санду и министр иностранных дел Греции Николас Дендиас. Как сообщила Пресс-служба молдавского президента, глава государства подтвердила приверженность нашей страны, оказание гуманитарной помощи Украине и отметила, что для властей приоритетом является обеспечение безопасности граждан, передает НОМД. Официальные лица также обсудили действия, предпринятые Молдовой для продвижения по европейскому пути после получения статуса страны кандидата в ЕС. Президент Майя Санду подтвердила решимость правительства провести начатые им реформы и приблизить страну к европейским стандартам жизни. В этом контексте глава государства поблагодарила греческую дипломатию за поддержку европейской повестки нашей страны. К слову, президент Майя Санду считает, что высокие цены на энергоносители и продукты питания – испытания даже для самых сильных демократий. Президент Республики Молдова Майя Санду выступила сегодня на открытии 26-го ежегодного круглого стола по текущим экономическим вопросам на тему антитезы, трансформации и достижения в меняющемся мире. Мероприятие организовала в Афинах «Деэкономист». Среди основных вопросов, затронутых главой государства, война в Украине, ее социально-экономические последствия для соседних стран и мира, необходимость перестройки мирового порядка на основе ценностей гуманности и уважения международного права, важность обеспечения граждан безопасной и мирной обстановкой в качестве гарантии развития личности и общества. Мы воспользовались этой широкой дискуссионной площадкой, чтобы еще раз выступить за прекращение войны России против Украины. Величайшие трагедии этого века, которые мы все переживаем, в режиме реального времени. Мы говорили о солидарности, которую наши заграждане проявили по отношению к украинским беженцам, и о важности сохранения единства на уровне страны и Европы. Это единственный способ противостоять экономическому, энергетическому кризису и кризису безопасности, охватившему весь наш континент, заявила Майя Санду. Глава государства также подчеркнула, что высокие цены на энергоносители и продукты питания являются испытанием даже для самых сильных демократий. «Нужны срочные решения, чтобы остановить галлопирующий рост цен, чтобы людям не приходилось выбирать между хлебом и свободой», – заявила Санду. «Мы обязаны продолжать поддерживать Украину, потому что ни одна страна в новейшей истории не страдала и не приносила себе в жертву так, как Украина, защищать демократию и пресекать авторитарные тенденции. Наши действия сегодня определят нашу жизнь, завтра», – заявила Майя Санду в Афинах. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи!